Итак, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушать, и мы начинаем с вами проходить такую увлекательную игрушечку, а Kerbal Space Program. Я в курсе, что у меня на канале лежит незаконченная версия подобного прохождения. Но это было достаточно давно, на достаточно старой версии игры и достаточно старыми модами, и достаточно старой версии меня. Ну а это же прохождение будет отличаться тем, что она будет на полностью новой версии и кардинально новым способом подачи материала. Я надеюсь сделать это прохождение максимально увлекательным и интересным, ну и цель, как всегда, покорение Марса. Ну а также не забуду добавить то, что это прохождение я буду считать более-менее хардкорным. Ведь при прошлом даже прохождении мне попросили добавить такой замечательный мод, как ТАК или Лайф Саппорт. И этот мод добавит в наше прохождение систему питания для наших кирбонавтов, то есть они будут нуждаться в кислороде, еде и воде. Ну и если что-то будет отсутствовать, то скорее всего они умрут. Немножко я себе подправил сложность, делаю ее более хардкорной, ну и все как вы любите. И мы начинаем пуск и создание нашего нового прохождения. Планы на сезон грандиозные и наполеоновские. Все, я вас понял, вот наш первый космический центр, вообще без всего и вообще без сия, но хотя бы так. И нас естественно просят запустить наш космический аппарат и собрать научные данные с кирбина. Ну как в принципе ничего нового и уже так давно делалось. Первый наш летательный аппарат успешно собрат, и имя ему Марк-1. Марк это маркировка космических аппаратов, которые будут заниматься исследованием космоса, а один потому что он у нас летает в пределах атмосферы. Практически в самоубийственную миссию полетит у нас джеб, и мы начинаем старт на нашей платформе. А также хотелось бы проверить небольшой такой нюанс. Привет, Бобьон, ты тут? Привет, меня зовут Виень, к вашим услугам. Ты что-нибудь помнишь с прошлого прохождения? К сожалению, мои жесткие диски были безжалостно избиты и очищены. Ага, а сейчас ты что-нибудь умеешь? Процесс нейронного обучения запущен с нуля, и по ходу прохождения буду учиться чему-то новому. Хорошо, ты мне сейчас поначалу предлагаешь все это вручную пилотировать. Ваша истина, а я буду наблюдать и учиться. Офигенно. Ну ладно, вручную так вручную. И что ж, по идее у нас все готово. Мы включаем с вами систему автоматической стабилизации, делаем запуск и летим мы стараемся примерно туда, где есть просторы и для того, чтобы собрать данные из Кирбина. Время открытия нашего парашюта. И мы летим сейчас просто неконтролируемо, со скоростью 175 метров в секунду, с возможным ударением о наш Кирбин. Но замечательным образом у нас парашют открылся, на удивление. Мы даже с вами умудрились приземлиться, несмотря на баги в текстурах. И собираемся научные данные с равнин Кирбина. Все, мы по идее можем возвращать наш космический аппарат с собранными очками науки, которые мы получили с самого Кирбина. И получили аж 63 науки за это все. Многовато, я бы сказал даже. Но куда деваться. Даже очко навыков получили за такой маленький полет. Но я вам гарантирую, что эти 63 очка науки очень быстро у нас влетят. Мы смогли изучить достаточно много, но не смогли изучить даже первый спутник, с помощью которого мы могли бы вывести наш космический аппарат на орбиту Кирбина. Но, к сожалению, видимо, придется нам делать это с помощью нашего ученого. Тем более, что у нас здесь есть задания научные, которые гласят нам, что мы должны выйти за пределы атмосферы и выйти на орбиту Кирбина. Примерно какая-то у нас такая вот ракета получается. Без личных наворотов. На твердотопленной тяге и на вертля у наших двигателей, я думаю, то, что мы сможем выйти на орбиту. Дельта В у нас, благо, для этого хватит за глаза. Но, к сожалению, для вывода этой орбиты нам не хватает одной маленькой детали. Это стартовые площадки, которые способны было бы поднять наш космический аппарат в воздух. Влаго, для нее требуется не так много очков всего и вся. И мы сможем успешно это сделать. Заодно я хотел бы попробовать найти деньги, которые у нас есть. Улучшить центр слежения и заодно центр аэрокосмических программ. Заодно, раз прошла такая пьянка, можно улучшить цех вертикальной сборки на аванс, который мы получили с этой миссии. И мы сейчас, получается, запускаем наш первый космический аппарат, по идее, который должен выйти на орбиту Кирбина. Будем лететь, естественно, без мехджепа, без всего. И будем делать это сугубо ручную и с помощью сил наших кирбонавтов. Мы включаем автоматическую стабилизацию и запуск твердотопленных ускорителей. Пока мы будем лететь, я думаю, мы будем пролетать над чуть более плотными слоями атмосферы. Мы заодно измерим с вами давление и температуру. У нас есть тут запасные пары градусников и барометров, которыми мы можем это сделать. У нас состыковка происходит твердотопленных двигателей. Наш аппоцентр составляет 68 тысяч метров над уровнем Кирбина. Я думаю, таким аппоцентром будет достаточно легко выйти на орбиту. Мы начинаем газовать, не дождавшись, когда мы долетим до аппогелия. Заодно, пока мы здесь находимся, у нас все равно идет старт двигателя. У нас электроэнергия. В принципе, никак не зависит и не меняется с помощью этой модификации, но меняется еда, вода и кислород. И всего этого в стандартной кабине хватает на 2 дня. На большие полеты нам нужно будет брать с собой провизию. Я бы также спросил у вас, с вашего мнения, какие мне модификации стоит установить на эту сборочку. Ведь эта сборочка будет пополняться модификациями по мере игры и по мере изучения новых высот и науки. Мы с вами выполнили успешно очивку выхода за пределы атмосферы и теперь нам нужно до конца выйти на орбиту. Для этого я что-то слегка перегазовал с нашим аппогелиями, он составляет аж 536 тысяч метров. Пока мы в космосе, мы сможем с вами изучить температуру, давление и наблюдение за таинственной слизью. К сожалению, наши кербонавты не знали, что в открытом космосе нет кислорода и не додумались положить нашему Кербину в собой костюм, который бы предотвратил его от этого, поэтому выйти за космос он пока не может у нас. Так, мы сейчас летим примерно сюда и мы даем старт для того, чтобы наш перегелий составил примерно чуть выше 70. Все 87, мы выполняем с вами достижения по выходу на орбиту. Сейчас мы будем пытаться создать маневр по сходу с этой орбиты. Мы, конечно же, будем пытаться присоединиться поближе к ЦУП, но насколько это сильно получится, я не знаю. Получается, мы замечательно таким образом сделали полный виток вокруг Кербина. И нам осталось только лишь затормозить. Я оставляю тут достаточно большое пространство, потому что пока мы будем сюда лететь, Кербин успеет обернуться и мы успеем затормозить, и наша вот эта вот тариктория примерного полета, возможно, не совпадет совершенно с точкой, куда мы приземляемся тут якобы. Поэтому мы сейчас просто как вареник будем лететь на наш Кербин. У нас топливо теперь полностью закончилось, мы отстыковываем наш космический аппарат и летим с помощью нашего теплового щита, как маленькая беспомощная какашечка. И будем приземляться, так понимаю, мы с вами в горах. И как я говорил, то, что примерное время приземления и место приземления гораздо отличается от того, которое мы примерно планировали с вами. И все замечательным образом мы с вами приземляемся. И мы таким образом с опытом успешной миссии возвращаем наш космический аппарат. Получаем аж 160 очко науки за эту миссию и целых очень много денег. Первым делом мы центр кербонавтов улучшаем. Сейчас бы хотелось бы в нашей администрации взять аутсортинг исследований на 25%, если нам это позволит, для того, чтобы с каждых денег, которые мы получаем, мы получали науку. Потому что наука для нас самое главное и приоритетное задание. На оставшиеся деньги можно попробовать улучшить научно-исследовательский комплекс. На полученные очки науки хотелось бы попробовать исследовать в первую очередь авиацию и развивать ее в том числе, не забывая, конечно же, о фундаментальной науке и фундаментальных спутниках, которые мы получим, исследуя ее. Все очки науки были успешно потрачены и сейчас последнее задание, думаю, на эту серию можно будет взять исследование доклада экипажа в полете. Для этого нужно будет построить в первую очередь самолетик, я думаю. Например, вот у нас цель подготовить доклад экипажа ниже 18 тысяч метров. И еще одно задание доклада экипажа ниже 18 тысяч метров. А также задание, которое говорит нам исследовать температуру в определенных местах, в принципе, тоже можно взять. Ничего сильного, серьезного там нет. Для выполнения этого задания нам потребуется улучшить нашу полосу и, скорее всего, ангар. И сейчас нам предстоит из говна и палок, из подручных средств исследовать аэрокосмический аппарат, который способен будет выполнить все эти задания. И примерно как-то так будет выглядеть наш будущий самолет. Я абсолютно без понятия, сможет ли он летать и как он сможет летать, но я абсолютно уверен, что с таким шасси, которое у нас доступно сейчас, ничего путного вообще не выйдет. По идее, все группы действий у нас выполнены. Я не собираюсь сейчас выполнять те задания, которые у нас доступны. Я хочу попробовать просто взлететь. Если получится его посадить, то и посадить, но я больше чем уверен, что у нас все сейчас пойдет опять по одному месту. Мы включаем САС. У нас летит наш джебодайка. У нас единственный есть двигатель, который находится в хвостовом оперении нашего самолета. По идее, все у нас лонжероны работают. Можно даже немножко прибавить тяги. Мы полетим на двух топливных баках. Я думаю, что можно уже начинать стартовать. Замечательным образом у нас произошел отрыв, на мое удивление, без всяких особых проблем. Но, к сожалению, управляемость самолета оставляет желать лучшего. Но я должен отдать ему должное. С опущенным шасси и его строением, в принципе, он делает все, на что способен. И сейчас я хотел бы попробовать испытать систему автоматического катапультирования нашего кирбонавта. Если я нажму на кнопку «Аварийная группа действий», что у нас произойдет? Наша капсула катапультируется отсюда и будет падать, получается, в свободном падении. Остальная часть нашего корабля будет успешно взорвана. Мы сейчас приземляемся, получается, зато наш джебодайка полностью сейчас здоров. И это, на самом деле, самое главное. И мы замечательным образом возвращаем наш космический аппарат. Ну, чуть-чуть, и мы его побомбили. Можно было попробовать, кстати, и приземлиться, но... Увы и ах. Ну и пока, на таком прекрасном моменте, я буду постепенно заканчивать эту серию. У микрофона был Коксида, ваш покровный слугам Амору. И еще услышимся.